Добрый день. Разговор, который вы сегодня увидите, мы вообще-то задумали такой битубишный разговор, вот исключительно с профессионалом банковского рынка, для профессионалов. Но так случилось, что мы вышли на вопросы, которые связаны с нами. Со всеми нами, кто является вольно или невольно, желая того или не желая, потребителями банковских услуг. Поскольку практически, ну, представить сегодня жизнь человека без банка невозможно. Соответственно, все, что там происходит, все, что там планируется, все, что там задумывается, это напрямую касается нас, и даже если еще не воплощено в жизни, вызывает определенные вопросы. Иногда подозрения, иногда конспирологические версии. Вот так и получилось, что разговор с председателем Национального совета финансового рынка Андреем Емелиным из исключительно узкопрофессионального вылился в нечто, что, ну, наверное, можно сказать, это претензия на анамнез банков и их отношений с нами сегодня. В первой части этого разговора, который вы сейчас увидите, мы говорили о проблемах, вернее, о вопросах, которые сегодня на повестке дня и вызывают так или иначе эмоции. Это проект цифрового рубля, который с 1 апреля вступает в новую фазу, а в марте Государственная Дума планирует принять закон о цифровом рубле. Там больше всего эмоций и больше всего сомнений, как у непрофессионалов, так и у профессионалов. Это эксперимент с внедрением исламского банкинга, тема, о которой говорили без малого лет 15. И в прошлом году было принято решение, был принят закон о начале такого эксперимента. Он продлится два года и тоже, конечно же, вызывает вопросы, может быть, чуть менее эмоциональные, нежели цифровой рубль. И, наконец, это та самая пресловутая биометрия, когда мы, сдав, например, отпечаток сетчатки глаза или отпечаток пальца, имеем некие регистрационные такие моменты, по которым можем работать со своими банковскими услугами, и не только, собственно, с банковскими историями. И биометрия – это вполне естественная реакция абсолютно нормальных людей, когда им предлагают откатать пальчики, вызывает, конечно, вопросы. Этот проект сегодня практически замолчал, о нем очень мало пишут в СМИ, а буквально два года полагали, что это будет очень серьезная и масштабная история, и ссылались при этом на Индию. Что же на самом деле произошло, и почему мы с вами так и не получаем возможность через интернет дистанционно иметь доступ к банковским услугам? Главный цифровой вызов, который, естественно, самый глобальный, теоретический – это цифровой рубль, потому что одни говорят, простите, но это может привести к единому расчетному центру в стране, и банки станут ненужны, и это остановит такое развитие рынка. Другие говорят, да, наверное, не нужны эти банки, паразиты, вот в Советском Союзе как было замечательно, хотя забываю, что в Советском Союзе тоже была система специализированных банков, а не один госбанк. Вот этот цифровой рубль, вызывающий, ну, и раздражение у людей, подозрение, что это попытка еще больше контролировать их деньги, и, конечно же, наверняка и у банкиров. Вот как сегодня банки воспринимают? Тем более, есть же эксперименты, ряд банков участвуют в эксперименте. На самом деле, тот эксперимент, который сейчас проходит, он эксперимент технологический, и он совершенно естественный, просто нужно понимать, как будет работать соответствующая технология открытия вот этих кошельков, да, взаимодействие банка с центральным банком, взаимодействие банка с клиентом, но это не эксперимент по сути. По большому счету у нас, наверное, ну, так на вскидку я даже и не вспомню, когда бы мы проводили сутевые эксперименты, чтобы понять, а вообще это нужно или не нужно. Ну, мы помним, что вообще закон об экспериментальных правовых режимах, он только недавно принят, и вот первым цифровым пилотом Минек утвердил выдачу разрешений на охоту в Новосибирской области. Вот что у нас теперь реализуется в формате экспериментально-правового режима. На финансовом рынке мы в свое время попытались инициировать один из первых пилотов по видеоидентификации, с тем, чтобы возможно было использовать каналы видеосвязи. То есть человек может в Телеграм-канале, в Скайпе, например, в Зуме, в ВИСе. Ну, то есть каким-то образом взаимодействует дистанционно с банком, его запишут, он понимает. Я вот знаю, что латвийские банки давно, да, такое практиковали? Да, конечно. Мало того, ФАТФ уже давно дал рекомендации, как это делать. Не то, что это не обсуждается нужно, а обсуждает, как это делать. Там достаточно подробно все проанализировано, какие риски надо принимать во внимание, что надо делать. А мы находимся в продолжении, вот уже, наверное, пошел третий год, как мы находимся в статусе пилота. То есть мы официально подняли заявку в Банк России, нас приняли, мы начали пилотироваться. Мы до сих пор находимся на стадии обсуждения модели, что, в общем, здорово, печально. Но, по большому счету, вот в цифровом рубле лично мне оказалось... Ну, у меня история идет из валютного регулирования, я все время вправо приходил через него, диссертацию по нему защищал. Вот тогда как раз была валютная реформа. Мы переходили от жесткого, практически советской модели валютного контроля к рыночным механизмам, частичные обязательные продажи валютной выручки, появление свободы распоряжения средствами за рубежом, появились первые валютные операции между резидентами. И тогда значительное количество времени... Я просто помню, когда Высок Масович Резник выступал одним из двигателей, ему оппонировал Михаил Михайлович Задорнов, еще в составе Государственной Думы. И вот шли именно научные обсуждения. Вот так нужно делать или не нужно делать? Если нужно, то почему? Сейчас мы, к сожалению, по крайней мере, то, что в видимом поле, я почти уверен, что внутри Центрального банка шли жаркие обсуждения, но вот на внешнем треке взаимодействия с рынком, это был, как Вы помните, доклад Банка России, сначала общий, потом более конкретный. Сейчас вот появилась тоже в формате докладов Банка России, модель оценки перспективы использования цифрового рубля домохозяйством. То есть не сама оценка, а подходы к модели оценки этой перспективы. Это при том, что закон практически уже, вот, считайте, принят. Но, как казалось бы, внедряя, в общем, новую сущность, если уж мы замахиваемся на третью форму денег, то, в общем, наверное, было бы неплохо, ну, хотя бы какое-то провести. Я понимаю, конечно, да, что, особенно практиков, всегда научное обсуждение очень раздражает, потому что собираются какие-то высокоученые люди, начинают какие-то там старые вспоминать истории там из 16 века, из появления первых векселей, потом анализируют детально Бретт-Мутскую систему, зато у стандарта, да, и потом пытаются какие-то аналогии проводить. Но все равно какой-то вводный анализ, ну, очевидно, должен быть, потому что вот то, что мы сейчас, например, видим в законопроекте, вот, на мой взгляд, не соответствует тому, что изначально декларировалось, речь, ну, про третью форму денег. Сейчас мы что видим? Цифровой рубль – это форма безналичных расчетов. То есть цифровой рубль – просто безналичные деньги. И правила оборота будут точно такие же. Просто у них система будет замкнута на другого, на единый счет Банка России, вот и все. Это просто система безналичных расчетов реканализирована на ЦБ. Ну, и причем тут цифровое… Ну, то есть это можно назвать было как угодно. А скажите, пожалуйста, а вот работают с цифровыми валютами в других странах, они похожи на российские? Вот. Это совершенно параллельный вопрос. Потому что, по большому счету, во всем мире основное внимание цифровым валютам уделяется как системе международных расчетов, то есть попытка заменить, ну, условно, там, некий внутренний доллар, долларом международным, долларом, бог с ним, юань, да? Вот юань внутри китайский и юань международный. Вот юань международный проще сделать цифровым, чтобы не обременять его кучей нынешних вот этих правил, связанных с сложными достаточно международными валютными расчетами. Вот там это абсолютно понятно, для чего нужно. И это форма, которая четко локализована в отношениях между государствами, ну, то есть, условно, некий там вариант экспортного рубля, если уж мы вспомнили советскую… Да, да, да. Это же было уже все. И понятен функционал. Просто теперь это будет называться цифровым рублем. Ну, бог с ним, хорошо, пусть так называется. И вторая тема – это бюджетные расходы, да, там, где реально нужно окрашивать. Потому что много раз говорят о том, что одна из целей – это контроль бюджетных расходов и предотвращение их несанкционированных всяких коррупционных уходов. И тут все понятно. Ну, так тут-то нужно четко совершенно… Понятно, на каком отрезке это нужно контролировать. Вот оно ушло из Министерства финансов, покрашено. Вот дошло до, там, первого получателя. Дошло – дошло. Он потратил туда, куда ему надо – да. Но дальше-то ему окраска не нужна. Дальше-то начинается его поставщик, обычное юридическое лицо, которому этот окрашенный рубль не сдался. Ну, да, какой-нибудь комус, который привез. Совершенно точно. А дальше-то пошли вообще граждане. А гражданину эта окраска зачем? И вот с этого момента начинается вопрос. Ну, подождите, если вы не перестаете в этот момент окрашивать, решив свою бюджетную проблему, то зачем вы это делаете? Вы хотите нас контролировать? А для чего еще-то? Ну, то есть, не для чего больше – это не нужно. Дальше, если это по форме, тот же безнал. Помните, да, если оно ходит, как утка, плавает, как утка, и как утка – это утка, да, а не цифровой рубль. Поэтому в свое время мы писали даже такое, в общем, коллективное письмо от ряда наших объединений, где как раз обращали внимание на эти два сектора, где явно напрашивается проработка именно вот такой новой модели цифровой валюты. И обращали также внимание на то, что в остальной сфере никто особенно и не анализировал, зачем это нужно. А когда тебе не говорят зачем, ну, конечно, тут же начинаются конспирологические домыслы. Но если кто-то зачем-то делает, мы же понимаем, что бессмысленно, что он не делает. Делает зачем-то, но не говорит зачем. Какая, значит, у него мысль? Я помню, года полтора назад на одной банковском таком конференции вот разделились мы группа тех, кто критиковал цифровой рубль и группа тех, кто защищал. И когда мы слишком носили на тех, кто защищал, а в группе, которая критикала, кроме меня был, например, Алексей Мамонтов, то защитники главным аргументом сказали, да что вы боитесь этой формы, там ничего не изменится. И тогда, да, то есть главное преимущество цифрового рубля в том, что у цифрового рубля нет никаких особенностей. Ну, как бы мы тоже вот в такой ситуации. Тогда зачем? Конечно. А с другой стороны, вот этот поток, и у нас тоже на канале, поток возмущения, раздражения. Государство хочет мой карман контролировать. Государство ограничивает мне расходы. Государство сделает, как вот в Китае. Были такие эксперименты, что 40 дней действуют, деньги потом сгорают. Сгорают, все точно. И ты ничего с этим не сделаешь. Вот что самое удивительное. То есть дальше начинается, по большому счету, в общем, покушение на мое право собственности. Я заработал деньги. Мало того, что государство меня хочет заставить их получить в определенной форме, не давая мне возможности выбора, да, как, скорее всего, начнется, да, с бюджетными выплатами, типа социальных, да, вам их перечислят именно в цифровом виде. Для того, чтобы вот они не потерялись по дороге, их бы никто не украл. Замечательно. Но дальше-то вот я их получил, я, по идее, могу распорядиться своими средствами, как я пожелаю. Это никто не имеет права не контролировать это. У нас, слава богу, ну, это во всем мире. Только вот Китай у нас, да, наверняка Корея, как только внедрит, да, северная, тут же придумает, как контролировать всю эту расходную часть. Но нашему-то государству, казалось бы, это зачем? Ну да. Но, Андрей, с другой стороны, вот один момент, где, может быть, я готов стать адвокатом дьявола. Ну вот если перечислять материнский капитал, то с учетом, сколько злоупотреблений вокруг него, недавно сообщили о еще одной новой форме злоупотреблений на фондовом рынке, причем иногда так думаешь, может, действительно окрашенным его выдавать? Ян, так еще раз, абсолютно правильно. Я же про чем говорил? Первый этап из бюджета первому получателю, будь то целевое финансирование региона, будь то исполнение бюджета в отношении юрлица, будь то социальные выплаты физику, тут все понятно, вообще не вопрос. Конечно, окрасили. Он получил. Дальше, если ему это перечисление идет целевым образом, как, например, мат капитала, да, что можно только на это, на это и на это. Тоже этап, когда окраска правомерно обослована и нужна. Да, но на третьем-то этапе, там, где уже получатель, правомерно получивший эти деньги, мы проверили, да, ему материнский капитал мог быть перечислен. Это, не знаю, образовательное учреждение. Ну да. Но дальше-то при чем тут окраска? И самое главное, что ведь там же возник не только окраска, но еще определенный режим использования с возможностью блокировки, установления лимитов на расходование. Ну, коллеги, а ведь сейчас этого нигде нет. То есть мы же понимаем, что из этого сделать можно что угодно, а определенности никакой. Если вы посмотрите законопроект, в самых общих фразах. Как думаете, в этом году будет большая ясность все-таки, к чему идет тема цифрового рубля? Во-первых, с появлением закона, с его принятием, очевидно, такая определенность возникнет. Я, честно говоря, не удивлюсь, если на стадии рассмотрения поправок к второму учтению пройдет более профессиональная дискуссия с участием финансистов и юристов, самое главное. Потому что мне кажется, что здесь вот... Нарушение прав собственности. Реализация вот того, о чем вы сказали, с одной стороны, вроде нет отличий, а с другой стороны, есть очевидные закладки, которые могут быть реализованы самым недружественным для конечного потребителя образом. Они требуют как минимум внимания. Я уверен, что тоже ГПУ, которое у нас всегда обращало очень пристное внимание на любые потенциальные покушения на право граждан, не обратить на это внимание не может. Там профессионалы высочайшего уровня. Есть там Совет по президенте. Ну, то есть есть люди, которые понимают, к чему это может привести. Дальше, когда закон будет принят, мы, во-первых, видим юридическую конструкцию итоговую, и от нее, собственно, будет дальше понятно, в каком направлении пойдет развитие. В принципе, то, что анонсировалось Банком России, и как это будет работать, уже и сейчас понятно. Будет Центральный банк, будут банки и его агенты, и будут конечные получатели. Дальше все начнется с точки зрения тех самых правил системы цифрового рубля, которые должен будет утвердить Банк России. Их, понятное дело, никто, по крайней мере, не презентовал. Хотя это, по большому счету, тот самый подзаконный акт, который, как неоднократно отмечал председатель Государственной Думы Володин, необходимо представлять до второго чтения. И, по большому счету, было бы очень правильно. Если бы до закона ко второму чтению на стол в Государственную Думу легли бы правила функционирования системы цифрового рубля. И вот тут уже мы с вами поймем режим детальный. Тут уже будут все нюансы видны просто невооруженным глазом. А уж вооруженным глазом они будут видны тем более. Окей. Ждем больше ясности. Вот еще один проект, эксперимент, о котором вы говорили, который в этом году должен реализоваться, это Исламский банкинг. И, как мне говорил Аксаков, председатель Думского комитета по финансовому рынку, около 15 банков в четырех пилотных регионах готовы участвовать. Мы прекрасно знаем, что тема Исламского банкинга, она очень двоякая. С одной стороны, не было особо ограничений, то есть хочешь создавай. С другой стороны, если вводить совершенно принципиально новые правила, то у регулятора вопрос, а как я это буду без принципа судного процента мерить, как там измерять риски, резервы и все такое. С третьей стороны, не очень понятна востребованность, потому что эксперименты, которые были, например, в Уфе, они показали, что как-то не хотят люди класть депозит без гарантированной доходности в процентах, и как-то трудно финансировать по этой системе очень многое в России. Условно говоря, я помню на конференции, тогда у Фимска еще я встал, как раз оппонировал, я говорю, ребята, неужели есть торговая сеть, которая хочет кредит и готова ради этого сложить лицензию на торговлю алкоголем или табаком? Лицензия, которая на вес золота в России, да? Или каждая птица и фабрика держат подсобный свинарник, который повышает рентабельность, а что это обеспечивает? Неужели они зарежут этот свинарник? Мне, правда, в ответ говорили, ну, вы знаете, свинарник можно на тещу перевести, но мне кажется, что Аллаху это не устроит, что Аллах, в общем, может даже тещу разглядеть. Вот, я к чему все это? Вот много-много вокруг этой истории. С другой стороны, неплохо, конечно, что эксперимент будет. Как думаете, вот куда пойдет здесь мысль? Знаете, я пытался, скажем так, активно поучаствовать в обсуждении этой темы на предыдущем витке, когда я уже даже не буду сейчас смотреть, сколько это лет назад было, тоже у Анатолия Геннадьевича уже, он возглавлял комитет, и у него собиралась рабочая группа, и мы готовили, ну, что-то такого типа плана, ну, roadmap, да, то, что называется, то есть чего, в принципе, нужно сделать, чтобы это заработало. И мы как раз уснулись именно в том, о чем вы говорите, да, в сложности надзора, в очевидную конкуренцию норм, возникающую, когда одно и то же, делаясь разными способами, возникает необходимость по-разному оценивать те же самые риски, да, соответственно, применять разные нормативы, это же нужно будет отражать в нормативах. То есть серпетраж появляется такой, да? Ну, конечно, да, то есть придется для разных продуктов создать по сути одинаковое регулирование, только оно будет в разных формах, что, в общем, это будет такой челлендж очень неслабый, и мы тогда просто уткнулись в то, что, скорее всего, ну, трудозатраты вот на создание этой системы просто не окупятся тем эффектом, который возникнет. Но тот факт, что тема не исчезает, да, и вот то обсуждение, хотя мне казалось, что это, по-моему, те же самые люди сейчас пришли, да, которые были тогда, то есть, ну, примерно понятно, те же регионы, да, примерно те же специалисты, вероятно, все-таки какая-то потребность есть. Хотя, опять же, вот не пять минут не в упор, да, исламскому банкингу могу сказать, что, например, система медиации, да, которую тоже очень долго со всех сторон обсуждали, в итоге оформили законом, ну, вот, покажите мне, там, пальцем 10 успешных примеров применения этой медиации. По ней есть федеральный закон, есть люди, которые до сих пор ходят с этой темой, есть даже в сбербанке отдельный, там, трек по медиативным соглашениям. Вот, на мой взгляд, этот трек, как был до этого закона, так с успехом бы продолжал существовать, если бы этот закон был отменен, да, то есть, ему для этого закона ничего совершенно не нужен. Мне казалось бы, ну, правильным, да, все-таки формировать запрос на регулирование со стороны практиков, то есть, когда реально действующий банкир, понимая, какой продукт он хочет продавать, четко бы указал те конкретные сложности, с которыми он скалкивается при реализации вот этого своего продукта по сравнению с действующим регулированием. Для этого, на мой взгляд, нужно было просто привлечь, ну, профессионально, если это не готовы делать действующие банки, которые сейчас пытаются реализовывать продукт, привлечь внешних консультантов, и написать четко по пунктам, что для реализации, например, там, схемы с квазикредитом, да, нужно вот это, для реализации системы с мусульманским вкладом нужно вот это, и тогда бы был предметный разговор, потому что все обсуждения, в основном, они касаются либо какой-то общей оболочки, типа, давайте разрешим, ну, давайте разрешим, что разрешим-то, там, не брать процент, ну, давайте разрешим, а что он будет брать, как мы это будем, и сразу начинается вот эта тема, да, они говорят, ну, давайте вот мы разрешим, а там дальше разберемся, а кто будет разбираться-то, те же самые мы, да, тот же самый Банк России, та же самая Государственная Дума, если придется править законы. Вот, мне кажется, вот, я и сейчас не слышу вот какой-то четкой совершенно программы, что нужно сделать, и самое главное, как потом с этим жить по регуляторике под закон. Я, еще раз, совершенно вообще не против, да, более того, я помню, что в свое время, на предыдущем этапе, в конце речь уже не о мусульманском банке, да, а о конфессиональном банке, потому что банкинг своей религии может захотеть сделать кто угодно, да, это могут быть и православные, это могут быть буддисты, да, ради бога. То есть, по идее, вроде не должно быть таких индивидуальных льгот, да, для определенной конфессии, да. Поэтому, наверное, но тогда нужен либо какой-то алгоритм, либо, может быть, кстати, воспользоваться тем же самым механизмом ЭПР, экспериментального правового режима, да. Ну, давайте вот просто им сделаем исключение из закона и посмотрим, как это будет работать. Кстати, вот, может быть, и эффект будет виден, да, а сколько вообще будет потребителю этого продукта, и вообще стоит ли дальше затеваться или оставить это вот в режиме ЭПР, пусть он там пять лет работает и там сам по жизни сформирует вот эту маленькую нишу, которую вот так и урегулируют. Ну, то есть, тоже в этом случае, можно сказать, смотрим, да, за развитием. Ну, здесь бы, а тут, к сожалению, смотреть-то не получится, потому что тут нужно что-то делать. Ну, то есть, если возникнет практика, да, смотрим за практикой. Да, да, смотрим за практикой, и самое главное, за запросом от практики в сторону нормотворцев. Мы должны нормотворцы быть генераторами, потому что мы работаем с гипотетикой. То есть, мы думаем, что, наверное, вот для реализации такого продукта будет полезно вот это. Будет оно полезно, не будет, и не забыли ли мы еще чего, понятия никто не имеет. Да, ни ЦБ никогда не работал с таким форматом, и дума с этим не работала. А люди работали, ведь они же приходят из стран, где эти продукты уже сейчас есть. Ну, так пусть переведут на русский язык нормативку эту, принесут ее сюда, мы ее положим рядом, сверим и скажем, что да, вот это можно сделать, это нельзя сделать по какой-то причине, но можно сделать по-другому. Вот тогда это предметный разговор. А пока это все вот в неких оболочечных законах, ну, примут и примут. На самом деле, очень жалко, что отсутствие конкретики при постановке задачи очень затягивает процесс. Ведь это, мы возвращаемся вот уже, это только на моей памяти второй круг, а ведь наверняка это недважды уже обсуждалось. Ну, да. И вот мы опять вернулись, опять все собираемся, собирается, опять же, ну, достаточно узкий круг специалистов, у нас же не бесконечное количество. И мы, вместо того, чтобы решать какие-то прямо вот супернасущные проблемы, типа того же операции обязательного контроля по 115, да, мы ведем некие общие абстрактные рассуждения, а как бы, наверное, можно было бы построить профессиональный банк. Ну, так пусть люди отработают так, как мы отработали 115, да. Вот нас ночью разбуди, вот любой из нас там навскидку вам выдаст 10 вопросов, требующих немедленного разрешения по 115 закону с конкретными формулировками. Вот это предмет для обсуждения. Это можно куда угодно принести, если ему угодно, там, с Росфиномониторингом, с ЦБС, с Госдумой предметно обсудить. По-моему, в Исламском банке не так. Я вот тут не берусь, ну, прям вот выступать 100% уверенным человеком, потому что я на втором круге, я уже, ну, просто не имел возможности в этом участвовать. Но то, что я слышу, вот то, что до меня доходит по материалам, меня, к сожалению, вот скорее озабочивает, чем вдохновляет. Ну, дай бог, что все-таки получится, потому что Исламский банк из Кмири показался, что у него есть место, и это интересный инструмент, не просто, что называется, лозунг. И у меня тоже надежда, что, может быть, просто привлекут из регуляторов, там, Саудовской Аравии, Эмиратов, то есть там, где это реально работает, вот какую-то группу специалистов поставить все это в России. Просто это же настолько логично, да, ну, так ты возьми тех, кто умеет, приведись сюда, объясни им, как тут все работает, и спроси. Ребят, вы сможете тут сделать так же? Они скажут, нет, потому что раз, два, три, четыре. И вот это четыре, давайте обсуждать. Ну, да. Окей, смотрим за развитием этой истории. И вот еще одна история, которая тоже, вот, пилот, эксперимент, новое дело, это биометрия, это самая ЕБС, которую вы несколько раз уже упомянули, и которая, по моим ощущениям, все делают вид, ну, как бы неудобно сказать, что она провалила, что король-то голый. Что банкам это особо не надо, людям это особо не надо, да еще и подозрительно пальчики-то откатывать как-то. И все это как-то куда-то вот просочилось сквозь, ушло прям сквозь песок. Вот это мое ощущение, может, оно обывательское. На самом деле, Ян, а какое ощущение правильное, кроме обывательства? В итоге мы с вами, каждый из нас обыватели, мы с вами что-то ощущаем, да. Если у нас с вами сформировалось такое ощущение, значит, в нас никто не сформировал другого. Значит, это вопрос к тому, кто не смог сформировать другое ощущение. А к большому прискорбию, даже не к сожалению, совершенно понятной, четкой целью рождавшаяся система превратилась в свою прямую противоположность. Мы, как вы помните, начинали обсуждение биометрии с целью замены личной яхты. Это была единственная цель, для которой вообще эта тема... Но, опять же, для удобства людей. Абсолютно. Чтобы человек мог открыть первый счет в любом банке, туда лично не являясь. Все. Вот ни для чего больше это банкам было не нужно. А вот идентификация, которую сейчас приплели к этой идентификации по биометрии, шла всегда совершенно отдельным треком. С соблюдением просто 152-го закона о защите персональных данных. Там есть специальная статья, регулирующая обработку биометрических персональных данных, которая много лет работает. Никаких вопросов ни у кого не вызывало. Ни у регуляторов, ни у рынка. И все это спокойно совершенно работало при аутентификации. Как сейчас? Теперь это все попало в нормативные акты. И на территории юридических лиц можно проходить только потому теперь, что это попало в перечень, утвержденной правительством, случаев, разрешенных для использования векторов ЕБС. А еще, извиняюсь, вчера мы все с вами проходили по лицевой биометрии, никому в голову не приходило, что это задает проблему. Мы много раз спрашивали у коллеги, что были утечки, были хищения. Вот что было такое, что вы озаботились тем, что просто даже не зажать, а ликвидировать фактически внутренние частные биометрические системы или коммерческие биометрические системы банков в том числе. Но ведь часто вы что получили? Мало того, что создали ЕБС, который, как вы правильно говорите, ввиду до сих пор мы не достигли размера даже 300 тысяч, а вы понимаете прекрасно, что даже для банка средней руки 300 тысяч шаблонов по России это вообще ничто. А мы не достигли 300 совокупно на всю страну. Совершенно точно. Да, вот сейчас в ЕБС там, по-моему, 270, там нет еще 300. Вот мы, и причем мы остановились на этом рубеже, ну, по-моему, года полтора назад было 220, то есть там был какой-то, ну, более или менее плавный рост, а потом это все превратилось практически в прямую, да, с легким-легким отклонением. И вроде бы как, да, ну, хорошо, ну, не взлетело оно для этой цели. Ну, и бог с ним, да, ну, вот, ну, не взлетело и не взлетело. Но нет же, пошли еще дальше. Сказали, так теперь все собранные банками биометрии должны быть сданы в ЕБС. И не просто сданы в ЕБС, а еще и в банках уничтожены. То есть весь накопленный потенциал биометрического взаимодействия с клиентурой одноразово ликвидируется. Какие это влияние оказывает на безопасность, на удобство клиентов? Это неважно, да, потому что это биометрические персональные данные, требующие жесткого регулирования и жесткой защиты. Но еще раз повторюсь, эти биометрические данные всегда защищались 152-м законом. По ним всегда проводились проверки. По большому счету банки зажаты теперь в очень узкий спектр операций, которые теперь там расчеты до определенной суммы разрешены с использованием биометрии. Мало того, мы же понимаем, что после того, как в биометрию стали собирать не только то, что было собрано по очень жестким стандартам, ведь еще шаг назад, в свое время банки согласовали с Банком России приемлемые стандарты качества, голоса и фотографии лица. На последнем этапе пришли государственные органы, выполномоченные и сказали, нет, это неправильные требования, они должны быть гораздо жестче. Гораздо жестче должна быть защита каналов. То, что это будет стоить на несколько порядков дороже, неважно. Эту биометрию будем жестче защищать и жестче собирать. Банки сказали, что при таких требованиях, которые вы выставите, нет оборудования, которое в состоянии обеспечить такое качество, нет каналов, нет защищенных помещений, которые требовались для того, чтобы снимать все эти образцы. Сделайте, сказал государство. Банки на предписи сделали. Вы помните, были требования нормативной к определенной дате в обязательном порядке обеспечить прием этой биометрии. То есть, большинство банков подавляющих потратило на то деньги, чтобы создать эти условия. Как мы видим, вот все 300 банков собрали, ну, это не только банки, да, ты еще же видишь там все государственные органы, которые имели к этому причастность, собрали меньше 400 тысяч. Если разложить затраты на эти 300 тысяч шаблонов, этот каждый шаблон станет не просто золотым, а бриллиантовым, причем с урановой отделкой по стоимости. То есть, и дальше государство говорит, не, вы знаете, плохо собирается, а давайте мы разрешим физикам самобиометрию. Пусть они сами себя фотографируют. Мы говорим, подождите, вчера еще нужно было построить специально защищенное помещение, закупить сложнейшую дорогоучее оборудование, чтобы делать эти съемки, а оказывается, его можно было делать с телефона. Ну, понимаете, как говорит государство? В общем, конечно, мы понимаем, что качество будет не то, но мы тогда сделаем разные режимы использования. То есть, для самобиометрии будет только лайт вариант его использования, для открытия счета его будет нельзя использовать совсем. Мы говорим, подождите, так вроде для этого делала система. Неважно, для чего делала система. Вот сейчас же нам же нужно набить туда побольше образцов. А как их набить, если заставить самих граждан? Ну, тут включились сами граждане и сказали, а нам-то это зачем? Да даже самобиометрия, вот она мне зачем? Чтобы подавать заявление в ВУЗ или там проходить по билету этого болельщика. А у меня еще других вариантов нет. И помните, при последнем обсуждении поправок 149-й было признано, да, что никаких ущемлений прав гражданина ввиду отсутствия у него геометрического шаблона быть не может. Вот сейчас это закреплено в законе. С этого момента все действия в рамках этой системы, на мой взгляд, даже с точки зрения государства, лишены смысл. Потому что только в ситуации жуткой, жесточайшей обеззаловки можно было туда загнать более-менее значимое количество людей и начать что-то с этим делать. А вот в связи с этим знаменитый индийский проект, когда полуторамиллиардная страна проделала эту биометрию просто так, что стала эталоном, причивоязыцкой все ссылаются на это. Ну, я, мы же помним, как они это проявили и чем это закончилось. Помните? Не очень. Проявили это так, что индийцам объявили, что до определенной даты они обязаны сдать биометрию, в противном случае никакое социальное пособие, из которых они получали до этого момента, они получать больше не будут. Дальнейшее взаимодействие с государством возможно только при наличии биометрического шаблона. Но мы же не Индия в этом плане, слава тебе, Господи, как я уже сказал, в нашем законе запрещено ограничивать права гражданина в зависимости от наличия или отсутствия у него биометрического шаблона. Поэтому, слава Богу, мы здесь опытом Индии не воспользуем. Второе. Следствие всего этого, поскольку все приходилось делать очень быстро, с очень низким качеством, потом оказалось, что, чтобы не соврать, то ли 10, то ли 15% этих биометрических шаблонов битое. То есть, не соответствующие по качеству условиям проверки. А это же, представляете, 15% на население Индии. Это, в общем-то, не 100 тысяч человек. И даже не миллион. Это да, больше, чем в России. Понимаете, да? Больше, чем во всей России, матушка. И теперь они с этим, соответственно, бьются. С этого момента, понятно, никакой популяризации в мире уже нет. Но этого Адхара. Потому что люди начали теперь расхлебывать последствия своих принятых решений. Да, в моменте, заставив, как я уже сказал, даже настоящим образом, можно накопить в любой стране. Но вопрос в том, а зачем, б, ты прекрасно понимаешь, что ты потеряешь качество. А сколько мы, слава богу, на качество заморочились в первую очередь. По этому пути мы не пошли. А никакой иной путь к какому-либо явному результату за неимением прямых выгод не ведет. Вот и все. Если бы у нас еще не было альтернатив. Но мы же понимаем, что во всем мире уже давно прочувствовано, что та же самая видеоидентификация по ВКС просто с определением определенных процедур. Записи, демонстрация документов удостоверяющего личность. Сверка фотографии с этого дула в автоматическом режиме, например, с фотографией с ГИСов. Ну, то есть, это можно все сделать настолько легче, настолько дешевле, настолько быстрее, что никому в голову не пришло заморочиться на то, на что заморочились мы. Но мы уже на это заморочились, мы очень не любим бросать те проекты, которые мы начали, поэтому у нас и медиация живет, и ЕБС живет. Ну, вот я, честно говоря, уже все-таки, да, не один месяц это работает, и уже можно оценить на неком разумном промежутке времени, что это, в общем, наверное, не выстрелившая идея, при том, что у нас огромное количество идей выстрелило, ЕСИА выстрелило, ЕПГУ выстрелил, СМЭФ выстрелил, в принципе, цифровизация с ГИСами, не со всеми, правда, но значительная часть реально полетела. Ну, вот здесь, к сожалению, нам не повезло. И самое печальное, что мы так и не решили базовую проблему, ради которой все это изъятевали. Мы так и не можем открыть человеку счет дистанционно, без того, чтобы его куда-то бедного не перетащить. Мы так и не решили вопрос с полаганием на идентификацию других лиц. Вот сейчас в очередной раз мы заходим теперь уже вместе с операторами связи, что если где-то ты один раз предъявился лично, то на эту идентификацию может положиться другой исполнитель 115-го закона. То есть, грубо говоря, я пришел оформлять телефон в МТС, а завтра я уже могу в Альфа-банке дистанционно открыть счет. Вы получаете признак того, что вы лично там купили. Точно так же, как это проходит, на самом деле, это абсолютная калька с ЕСИА. Вы, получая ПЭП ЕСИА, вы даже знаете, да, ПЭП, полученное при личной явке. Есть просто ПЭП, типа вашего логина, который вы получили по почте. Есть просто личная явка третьего уровня, так называемого. И все. Это то же самое. Мы точно так же начинаем полагаться на эту ПЭП ЕСИА. ПЭП, да, даже не УНЭП, а обычную простую электронную подпись. Мы ее используем, где только не. Слава тебе, Господи, пока. Потому что это разумно, это защищено, это опирается на государственную информсистему, и это доступно практически любому. И здесь то же самое. Ты один раз пришел, и тебе поставили признак. Он был, мы его видели. Возможен какой-то там риск мошенничества? Ну, чисто теоретически возможен. Ну, и, наверное, с ЕПГУ он тоже чисто теоретически возможен. Но он, судя по всему, не очень велик. Плюс у нас есть обязанность по обновлению информации. Если мы с вами все обновляем информацию через ЕПГУ, у нас с вами гарантированно, если будет расхождение, мы тут же с вами выявим их. Если у оператора связи одни данные, а у меня другие, мы с ним, встретившись в одной точке, с него стрясем документы, еще и вызовем его лично, потому что данные по нему не бьются, и просто проверим. Но у нас эта обязанность проверки ежегодная по закону. Дольше года он не проходит. В основном, отловят и проверят. На этом сегодня все. А завтра мы продолжим с Андреем Емелиным и тема нашего второго разговора кредитные каникулы и как это будет работать. Льготная ипотека, против которой выступил Банк России, в чем, собственно, его доводы и в чем плюсы льготной ипотеки. Проблема блокировки средств на наших банковских счетах и воздействия мошенников на эти счета, ну и некоторые другие вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok